всем привет с вами канал все для огорода здравствуйте дорогие подписчики и подписчики также гости моего канала сегодня был магазин пятерочка немножко затарился часть а пятерочка затарился частью мясного но там взял этот котлеток значит взял батон со трубами такой 25 рублей стоит рожки такие дешевые рожки по 15 по 19 рублей акция была вязанка сосиски такие 119 рублей а так который я беру и дрянь копить тел 235 рублей ну там акции не было тут раз акции было где-то недели две назад вот потом тушенки говядь уже взял 235 рублей вот так тушенка там дорогая 500 рублей банка но взял попробовать написано как бы разрублены рублены видимо взяли мясо пробили и как бы закатали ну либо это все и не было бы так нормально принципе так кефира взял две бутылки вот по 70 по 69 рублей такой там основной кефир дорогой там от 70 до 85 рублей по акции взял кальмара я такие люблю но не стоит по моему где-то 75 рублей такой пакете кальмара и там еще купил но муки я купил жены но можно эти выпекать ржаные лепешки нельзя пшеничные этой ржаной потому что когда выпекаешь надо именно с двух видов выпекать так сардины такие с овощами очень вкусно то есть здесь наложена морковка такая сверху и сардины кусочками но 71 рубль баночка стоит такая взял три банки так все на этом пакете макарон здесь старая пачка банки еще какая-то здесь а еще мука здесь думаю что-то тяжелое вот мука дешевая вот такая 46 рублей написано что-то килограмм 46 рублей взял здесь все еще другая сумка ну что в одну сумку все не зайдет не заходит снимает аппаратом это олимпус с н 60 другая сумка так пельмени такие ну неплохие племени мы здесь мясо нету в основном соя перемешки такие не станут что-то так петелинка взял куриные грудки можно отварить здесь вот три штуки или четыре отварить их можно или порезать пожарить с овощами хорошо отдельно порезать допустим куриные грудки а пожарить на сковородке другой кубиками порезать туйкову тоже обжарить тушить когда все готовится смешать мясо вот это птицы порезаны кубиками и вот эту тушеную тыку очень смешать очень вкусно получается и мясо ешь и гарниру попробуйте так сделать я прошу раздела так было вкуснятина вот петелинка я взял одну так еще взял так творог такой классический взял четыре штуки там по акции он по моему стоит 70 рублей ну здесь я не знаю сколько здесь громко я почему взял можно так есть его там допустим добавлением что добавить то немножко растительного масла добавить и меда очень полезно на утра по утрам есть то есть выложите вот этого творог выложить немножко полить растительным маслом любым и немножко меда положите на размешать очень вкусно и пойдет получает завтрак и полезный вот взял такое масло благо ну такое желтое помнить как это моча молодого поросенка он она небось так вонючая как раньше помните было масло не чай вот купил потому что я сейчас по утрам пью куркуму там надо немножко масла такого растительного куркумы положить чайную ложку и немножко насыпать черного перца размешать и под язык положить и рассасывать очень полезно куркуму она и и давление снижает артериальное и голова не будет болеть точно так так все это туда поставим так ты сюда так это вторая пельмешка пельмени я две штуки взял пельмени так масло выбираем сыр и кусок взял вот такой сыр твердый взял ну с макаронами можно и забыл мясо купить меня ну ладно хотел вам показать как делать антрикоты французские там надо отбивать их ну там как вот так сейчас расскажу берете такое мясо говядину ну точно такой пласт тут может быть чуть потом еще отбивается все дела вот он кладется начал какую-то сковородку немножко с растительным маслом смазывается режется лук на лук кладется вот отбитое это мясо вот и сверху это мясо майонезом покрывается все это дело и сверху еще натирается таким сыром вот так натирается и в духовку кладется ну по-моему я не знаю минут 40 наверно мясо готовится потом достаете она такой нежная его солить мясо не надо потому что это майонез и вот это как бы сыр он как бы когда в духовке расплавится и мясо будет уже как бы немного посолен и очень вкусно получается мне один еврей научил давно правда мне мама час такие вот отбивные дело по-французски сметана такой зал тоже 71 рубль стоит 15 процентов это белорусская белоруссия делает с сарафановым молока я тут не взял тяжело тащить сливочное масло взял 4 пачки вот такой масло я не знаю первый раз 82 с половиной процента стоит 119 рублей а то масло все дорогое взял 4 пачка 119 обязательно берите масло 82 с половиной процента не берите 72 процента 72 процента туда добавляется еще палевого масла вот как будто берет берут эту пачку режут расплавляют и добавляют туда маргарин или палевого масла и получается вот этот 72 процента но соседка ела эту масло то есть мы тоже ели 72 процента когда по телевизору была передача сказали что нельзя это маргарин есть и вот это масло которое 72 процента от нее получается онкология вот и короче мы перестали есть а когда вы перестаете есть этот маргарин типа и когда начинаете переходить на масс надо есть масло 7 лет чтобы вот это вот маргарин вышел из человека вот она это соседки сказали что маргарин не ешьте вот ну помните раньше на рынках продавался рама такая ну типа маргарина такого мягкого чехословацкого производства она сначала чехословацкого производства потом стали делать в россии на маргарином заводе короче испортили вот один маргарин то получается и очень мы перестали есть соседки сказали вредно есть она готова тему родин чего да вот уже ничего не это я уже нет как лет на 15 уже вот тебе на ничего а так бы не ела бы может быть пожелаю еще хотя бы лет 15 20 обязательно берите 82 процента же в таких маслах 82 с половиной процента бывают некачественного масла тоже бывает они туда разных крахмала добавляют тоже бывает производители недобросовестные здесь должно быть на пачке написано что это изготовленный сливок изма из молока и то есть изготовленный сливок то есть должно быть изготовлен и сливок они то что там с добавлением еще каком-то порошка какого-нибудь так что еще-то я показать все еще банку я селедки купил вот надо есть селедку это жирная кислота она такая порезана в баночках я не буду открывать потому что руки пачки вот можно есть без хлеба обязательно ешьте селедку он полезно то есть для мужчин полезно вся рыба полезно для мужчин с названием буква с то есть селедка скумбрия сардины чё еще салака вот то есть на вся рыба на буквой с полезно для мужчин а что для жены полезно я не знаю ведь можно есть все все подряд можно есть вот такая закупочка все вроде оказал но здесь мне как бы еще помидоры вот помидоры ну а творог я сделал взял на 4 пачки и масло 4 пачки я не буду вам показывать я такая заперка вообще помидор взял никогда на даче был у нас там недалеко это самое как бы сказать-то недалеко там теплица такая здоровая теплица мужик из этого из тавропольского края приехал скупил там до 3 гектара земли вот и построил завод и виноград высадил вот винограда высадил и еще теплица там вот мы там ездили огурцы покупали последние где-то 10 октября огурцы были по 15 рублей даже по 10 рублей были огурцы вот и помидоры были сначала были помидоры я помню где то брали в августе по 80 рублей потом как-то сколько прошло уже начало сентября по 35 рублей помидоры потом помидоры брал по 15 рублей были помидоры и по 10 рублей вот ну тогда я брал по 15 рублей сразу 10 килограмм брал вот но там надо расплачиваться не деньгами расплачиваться надо картой то есть надо брать какую-то карту класть туда деньги какой-то там почта банка или сбербанк или как что-то вот и естественно приезжают бери вот если есть огурцы бери огурцы вот я даже домой привез огурцы и ел правда они меня там лежали на даче где-то недели две и дома на неделю вот я там съела 3 правда испортились ну огурцы по 15 рублей были представляете везде магазинах они по 100 рублей до по 80 а там по 15 все мои бутылочки херша взял он с такой пробкой но херша называется би-ан-ко би-ан-ко импортный какой-то шампусик а может быть газированное вино может быть хер знает что-то кисленько захотелось этого именно шампанского их называю херша херша все подписывайтесь спасибо за просмотр жмите на колокольчик с вами канал не какой сказал все для коробки леса от на всех шумах то есть меня два канала хотите туда ходить сюда заходите главное подписывайтесь и главное пишите комментарии комментарии никто не пишет то видео смотрит на комментарии ничего не пишут но хоть два слова там чеканитесь может кому-то не понравился давайте приведем как называется то больно завел слово это забыл ну ладно ну смысл по закупке продуктов а я вспомнил давайте проведем эстафету по закупке продуктов под названием затарка то есть в названии видео вы должны написать то ли крупными буквами затарка продуктов продукты можно покупать в любом магазине хотите если в городе живете пятерки магните там карусели там еще какие бывает это победа там любые магазины куда вы ходите даже пойдет какая-то магазин где-то в деревне живете из магазина там затарили все смысл том состоит что допустим вы моё видео посмотрели под названием затаркой приняли и сказали приняли эстафету то есть как приняли эстафету вы делаете точно так идете магазин покупайте продукты и вы делаете ролик и в ролике говорить я приняла эстафету от николая от канала все для огорода вот и когда вы этот ролик снимите мне сообщение должно прийти чтобы посмотрел я ваш ролик я ваш ролик смотрю ставлю лайки и вы мой ролик пишите комментарии что вы приняли эстафету и естественно лайк и я ваш ролик смотрю и ставлю лайк но если не подписался я подписываюсь вот и потом вы каким-то другим а людям из подписчика даете эту эстафету одному там или одной подружки другой третий там четвертый то есть вот так вы отдаете эстафету так как бы эстафета начнется от меня и постепенно она перерастет будет большая а людям бы быть большой охват и люди узнают откуда эстафета можете сказать вот от николай эстафет приняла там еще и от канала вот это вот допустим вашего канала то есть два канала вот говорите и все и вы быстро наберете подписчиков естественно и просмотров вот понятно да то есть просмотры будут быстрее это некоторые стриме цены меняем сидят лицо свое показывают я захожу там здесь к одному здесь есть такой палочек блин он даже комментарии мои не не читает блин горе сделай видео я им здесь в подарок отослал видеорегистратору зеркале зеркало сделай роликов 10 хотя бы ну для себя выложи на свой канал ты чтобы я посмотрел сделать пару роликов это там их порезал эти ролики в редакторе с это с и как бы склеил то есть так кусками так не очень интересно это когда он как бы длинный то есть не нарезка такая интересно смотреть это кусками все то есть два ролика сделал и молчок уже прошел я отсылал ему по моему в августе или в июле по моему или в августе вот то есть это уже сентябрь два месяца и за два месяца он только сделал два ролика он же едет в машине видеорегистратор снимает можно взять оттуда несколько роликов выставить на свой канал и все них не хотят люди блин здесь деньги тратишь последние да еще видеорегистратор надо купить и плюс почтовый сбор оплатить а люди у них как бы они сказать нет совести не могут даже сделать видео как бы успокоить меня что вот спасибо что как будто я и выслал а ролики они не хотят делать это вот не то что палыч там есть и фасады что зарезание тоже им толмлю толмлю блин сделай ролик сделай ни хера не хочет сделать а и он я зимой буду делать уже зима на он ни одного ролика него не встал вот там короче есть люди то есть ним отсылаешь эти подарки разные ну как бы регистраторы которые записывают видео звук они этот видео даже не не хотят записывать и даже порой даже эти кашин камеры дарит кому-то даже себе мне не нужны а просят вроде пришли экран камеру а сами снимать не хотят и эксен камеры в общем такие дела подписывайтесь жмите на колокольчик вот я там проводил розыгрыш и вот по прошлом году где-то купил 6 регистраторов но автомобильных у кого есть автомобиль вот у меня ребята выиграли я всем отослал вот вот и в якутск отсылал в ростов-на-дону и вот это самое где-то под ленинградом она ссылала вот они мне даже они с этого регистратора взяли этот ролик и выслали мне на почту даже так не то что они себе этот ролик поставили на канал даже мнение прислали вот а эти чудаки которые из нижнего так дела и зарезали не хотят даже снимать видео вот они даже и не присылали они себе не не хотят выставлять это видео ролики вот ну ладно спасибо за просмотр жмите на колокольчик такая задарка получилась вот а то здесь сижу без еды то есть не овощи нихрена не в холодильник открывает там на этих анекдот открыв за самый мужик это открыл холодильник яйца как почесал и закрыл холодильник то есть у нее уже нет ничего вот и также у меня еще не встала соды выпил и поехал магазин вот этом по делам ездил там короче бесполезно хотел оформить там бесплатный проездной на нихрена не получи не получился при нас ездить за деньгами там надо как-то заходить в интернет и охереть можно бы такой бы мудистиками вот хотел на рынок зайти меня как-то не зашел надо было там рыбу купить еще я покупаю там филе трески вот надо быть за какой-то пупор вскочил мне хорошо мне есть чистотел я на делал наводки чистотел наставил и утра какой-то пупор раз по помазал этим чистотелами как бы он через несколько дней пропадает не очень что не выскакивает так все спасибо за просмотр то здесь мои пельмени она растает жмите на колокольчик где давайте сделаем затарку продуктов вот под нас то есть ну да эстафету проведем по затарке продуктов в эстафете могут участвовать любые русские живущие во франции в америке в германии в италии испании было где-то болгария ну или может в турции то есть ну и может быть поляки там какие-то русские венгрии может тут живет австрии то есть эти люди которые русские все видят мое видео но это но это видео специально делают для youtube а дубе вот проведем эстафету по закупке продуктов вот сначала говорите мой канал откуда она пришла и потом свой потом отсылать делать такой ролик вот я и смотрю лайки там ставлю потом отсылаете другой человек смотрит ваш ролик говорит откуда это пришло это эстафета и так далее то есть понятно я думаю вам раз такова растолковал вот все спасибо за просмотр ставьте лайки жмите на колокольчик и подписывайтесь на мой канал спасибо за просмотр всем пока пока снимал цифровым фотоаппаратом олимпус сн60